Приветствую вас! Если вы задали свой вопрос именно с целью погадать, то тогда вам желательно бы перенести его в раздел эзотерики, там вам помогут несколько более продуктивно, несколько более конкретно ответить вам именно на ваш вопрос. Что же касается ответов с психологической точки зрения, то здесь я вам могу сказать так, что цель заключается в причине ухода вашего мужика. То есть если вы человека действительно очень сильно любите, то наверное понимаете, что ушел он от вас не просто так, а ушел он от вас скорее всего именно потому, что ему что-то не нравилось в том, что вы, например, делали, как вы к нему относились, ну и так далее, так далее, так далее. И либо вам необходимо что-то в своем поведении изменить, либо вам желательно какие-то желания вашего мужа принять во внимание более лучше, чем это вы делали раньше. И тогда, соответственно, появятся все необходимые условия для того, чтобы мужчина к вам вернулся. Я думаю, что цель заключается также и в том, что если вы сами сделали его счастливым и делали для него абсолютно все, что только можно, а он от вас все равно ушел, значит, скорее всего, у него изменились к вам чувства, и он, в сожалению, уверен в том, хочет он быть с вами или нет. В этом случае необходимо дать человеку возможности побыть на единение с собой, чтобы понять, насколько вы ему нужны. И далее желательно вам принять его выбор, желательно по возможности, конечно, решить для себя, примите ли вы его выбор. Если да, то вам необходимо заострить внимание на том, счастлив ли он вообще, если без вас он счастливее, то вам, по идее, этого должно быть достаточно, по крайней мере, если вы его любите. Если вы человека не можете опустить, если вы человека не можете забыть, если человек вам все равно, ну, вы чувствуете, что человек вам нужен, то тогда, безусловно, безусловно, речь идет о том, насколько вы от него зависите, насколько вы хотите с ним быть, для чего он вам, соответственно, говоря, нужен. И в таком случае, если человек действительно вам нужен очень сильно, и вы без него совершенно не можете, то тогда желательно, чтобы вы определили для себя то, в чем именно заключается ваша в нем нужда, для того, чтобы снизить значимость для вас, этого человека, и тем самым обрести от него куда большую, ну, например, скажем, куда большую независимость. Это важно, чтобы вы сами себя не съедали, и чтобы сами себя не мучили. То есть, в возможных вариантах направления решения вашей проблемы, в психологической точке зрения, несколько. Первый вариант – это понимание того, почему муж уже ушел, то есть, анализ и выявление его желаний, его потребностей. Может быть, каких-то негативных моментов с вашей стороны, если, ну, такие моменты, например, были. Второе – это то, что вы сами делали. То есть, были ли у вас какие-то аспекты, которые, например, ну, мужчину заставляли чувствовать себя как-то негативно, заставляли чувствовать себя как-то там отрицательно, ну, и так далее. То есть, по сути дела, ну, мешали ему, да. Вот. Это тоже очень-очень важный момент. И, пожалуй, следующее направление – это направление, касающееся именно того, что вы через чур много, через чур сильного, возможно, в нем нуждаетесь. И, если это так, то необходимо снизить вот эту вот значимость мужчины для вас. Оставить, по сути дела, только чувство к нему, только любовь, только лишь желание сделать его счастливым. Вашего мужчину я имею в виду. И вот, если вы посмотрите на эти три возможных направления, то вы и определите для себя, какое из этих направлений больше подходит вам. И, соответственно, в одном или в нескольких направлениях вам предстоит поработать с психологом, либо дополнить свой вопрос для того, чтобы информации было больше. По поводу психологии ваш изначальный вопрос через чур не информативен и ответить на него, к сожалению, не представляется возможным. Так, чтобы вам помочь. Соответственно, если вы дополните свой вопрос, то, пожалуйста, напишите мне об этом в личку, чтобы я смог вам ответить. Ну, ответить, например, дальше на дополнение и, возможно, тогда я смогу вам помочь более, например, продуктивно, более, например, примитивно смогу ответить на ваш вопрос. И вы продвинете в решении своей проблемы. И еще раз повторю, если вы хотите именно догадать, то вам тогда нужно обращаться, конечно же, в радиоэзотерики. Там вам помогут куда лучше, чем психолог именно со своей позиции. По этому, пожалуй, все. Надеюсь, что помог вам, если у вас ко мне какие-то вопросы появились или остались. Буду это помочь, пишите в личку. А если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего самого доброго и удачи.